здравствуйте сегодня хочу раскрыть вам тайну очень секретную не каждому ботанику она открывается а мы с вами ее узнаем что за тайна но не буду вас больше мучить тайна под названием корни образования и фото периодизм ну почему я в курсе этой тайны тоже вам открою секретно дело в том что я агроном но не агроном с полей агроном биотехнолог и училась я в агроуниверситете красноярском и заканчивала специализация то есть у меня было биотехнологии и писала свой диплом я набирала результаты стат обработку своих результатов дела на кафедре физиологии у меня было 5 химий органическая неорганическая это все аналитическая химия биохимия агрохимия и химзащита растений еще два очень таких важных предмета это физиология генетика и апофеоз всего этого биотехнологии то есть что делать с этими знаниями которые человек придумал которые как можно использовать это биотехнология вот вопросов всегда получаю много по поводу когда черенковать когда лучше черенковать какие стимуляторы корнеобразования вы применяете хотя кстати а вот этих стимуляторах последнее время практически не задают вопросов но вот по поводу в какие сроки лучше черенковать то или иное растение вот это проскальзывает часто это в комментариях кроме того в личные сообщения в ватсап точно также приходит много вопросов когда какие-то неудачи с растениями и всегда спрашивают что и как давайте разберемся сегодня такое болтательное видео но я постараюсь вам раскрыть тему максимально адаптирована без особых там научных терминологий и вот это вот серьезный материал академический вам на для уровня простого цветовода ну буквально уровня 6 класса ботаники и так в растениях есть такое понятие как фото периодизм поскольку растение это фото синтезирующие существа так скажем организмы они живут за счет энергии солнца энергия солнца участвует в процессе фото синтеза то есть синтеза веществ органических при помощи света но я думаю не буду дальше в подробности фото синтеза там есть у нас зрители и ботаники и такие научно образованные люди то есть здесь могу допустить неточности дальше фото синтез вот в процессе этого возникают различные органические вещества это обычные углеводы белки жиры и много очень сахара там бывают там это все углеводы да не буду вдаваться дальше из белков есть такая отдельная категория называется гормоны вот гормонов синтезируются различных много в растении но все они синтезируются под влиянием каких-то факторов каких-то факторов чаще всего под влиянием света свет длина света длина светового периода дня или ну или ночи очень сильно влияет на синтез гормона ауксина вот смотрите осенью у нас растения засыпают такая поэтическая пора мы как бы стихи читаем на эту тему да там прозу разную такую что осенью все живое умирает чтобы весной восстать вновь ну красиво да чем это обусловлено как раз тем что осенью световой день становится короче температура снижается и растения получают сигнал какой сигнал от солнца что все ауксины вырабатывать прекращаем ауксины это гормоны роста их вырабатывают точки роста то есть те самые побеги самые верхушки побегов которые вверх растут к солнцу тянутся сигнала нет корневая система начинает постепенно останавливаться замирают все процессы биохимия растения переключается на синтез сахаров которые идут откладываются в различные ткани и органы запасаются и растение клеточный сок растения сгущается он становится более концентрированный и растение уходит период покоя вот это четко выраженный фото периодизм присутствует буквально ну у всех растений средней широты более южных растений там где не так выражена колебания зима-лето там где и лето жара солнце и зима тепло солнце у них несколько сглажены эти моменты вот северные средние широты это у растений ярко выражено большинство наших растений которые мы выращиваем относятся к этим широтам ну то есть к нашему климату и мы их у себя культивируем после того как большинство деревьев кустарников трав они сбрасывают надземную часть ну деревья надземную все не сбрасывают они сбрасывают листву то есть листопад у них происходит лист желтеет забираются все питание образуется такая специальная пробковая ткань в месте крепления черешка листика к стволику к веточке и он отпадает здесь опробковивает вот это вот место и все то есть растение полностью уснуло и готова к понижению температуры готова перенести покой период покоя покой различают тоже разный есть естественный покой он начинает возникать с осени у нас на деревья отторгают от себя листву травы отторгают от себя надземную часть все жухнет вянет и погибает но все все питание накапливается в органах и частях других дальше у нас темное время года это осень сентябрь ноябрь декабрь вообще очень темный а вот с января солнечной инсоляции начинает постепенно возвращаться постепенно у нас планета слегка поворачивается бочком к солнцу и солнце начинает все больше больше освещать длиннейший день прибавляется прибавляется но на большинстве территории нашей страны ну средних широтах да еще все очень холодно и вот здесь у растений наступает вынужденный покой когда они еще не имеют возможности солнце вроде дает сигнал солнце давайте развивайтесь но температура не дает но есть одно но мы же можем растение сохранять у себя на подоконнике в оранжере и в теплице где-то в закрытом грунте где влияние температур будет исключено то есть будет температура благоприятная но растения уже будут чувствовать у нас это это перемену так сказать солнышко да когда солнышко переходит в фазу удлинения светового дня светового периода вот фото периодизм и начинается рост постепенно постепенно прибавляется прибавляется листочек 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 новый побег вот ты смотришь уже и выросла веточка вот вот это то самое время когда использование знаний о фото периодизме поможет нам когда у нас побеги начали расти листики начали новенькие образоваться блестящие красивые значит макушечка растет значит макушечка начала продуцировать ауксин гормон роста и если мы вот в этот момент срезаем черенок он прекрасно укореняется ауксины способствуют восстановлению регенерации недостающих тканей и органов у этого растил черенка они достает нам корневой ткани то есть чтобы растение всасывало воду и растворенные питательные вещества через специальные ткани через корневые там есть специальные клетки не такие как на листьях на стволике они чуть-чуть отличаются их функции несколько иные поэтому растение старается регенерировать и образовать новую корневую систему молодую свежую сильную вот этим моментом и нужно пользоваться вот в этот период когда идет активный рост и вы видите образование новых листиков новых побегов вот в этот период не зря же говорят весной палочку ткни листик ткни и он укоренится да так и происходит это происходит абсолютно естественным образом потому способствует тому вот как раз синтез ауксинов вот этих необходимых гормонов а синтез ауксинов предшествует усиление солнечной активности увеличение длины дня но это касаемо естественного освещения касаемо того что мы только фактор температуры сняли тогда давайте мы можем повлиять на фактор света освещения а чё нет то можем конечно мы можем применять дополнительное искусственное освещение лампами подобного спектра солнечному чтобы стимулировать рост новых побегов новых листиков то есть стимулировать синтез ауксинов в растении вот вам и пожалуйста пригодилась вам эта тайна я думаю да и так если мы хотим срочном порядке во внеурочное время не только ждать весны там мая там марта апреля нет мы можем сейчас же с осени когда вся природа засыпает растение естественном ритме стремятся уложиться на покой сгустить свой сок перестать синтезировать гормоны нужные нам вот мы в это время можем повернуть вспять антогенез растения то есть развернуть их на активный рост таким образом мы берем фактор температуры во первых устраиваем температуру оптимальную для какого вида растения нам нужно размножить для петунии так для петунии это будет 15 18 градусов допустим для пеларгонии так для пеларгонии это в пределах 20 градусов если какие-то более теплолюбивые культуры значит мы должны увеличить температуру но в принципе средняя температура так сказать по больнице это 20 22 градуса это прям оптимум сделали температуру следующий фактор это свет прежде всего свет только свет сможет нам развернуть растение на синтез это все-таки фото синтезирующие организмы растения поэтому берем лампы освещения мягкого розового цвета мягкий свет или теплый свет его еще называют и ставим растение под них вот в этом спектре слегка красноватом до розоватом это могут быть фитолампы либо диодные теплого спектра вот в этот в таком спектре растение начинают вегетативные побеги растить и они начинают их значит новые листья новые точки роста образуются растение начинает синтезировать ауксин следующий момент мы должны растение укрепить чтобы поддержать его рост она начинает растить наращивать новую вегетативную массу ее нужно из чего-то строить поэтому нужны белки то есть нужен азот берем азотные удобрения подкармливаем и начинаем наращивать вегетативную массу не фосфор не калий не стремимся мы корневую систему наращивать не стремимся старить клетки или листья растений там перегонять их быстро в цветение не это нам нужно нам нужна четкая зеленая вегетативная масса поэтому азотные вещества ну из самых таких простых элементарных это мочевина либо аммиачная селитра можно применить кальциевую селитру поскольку у нас свет естественный для того чтобы клеточные стенки у молодых побегов были более жесткие такие более крепкие можно применить кальций потому что кальций этому будет способствовать вот нарастили мы массу она такая хорошенькая жирненькая и в это время пожалуйста мы можем черенковать и черенковать очень успешно и абсолютно без применения каких-то особенных дорогостоящих корнеобразователей это я точно говорю как биотехнолог потому как мы испытывали у себя на кафедре лабораторных условиях различные концентрации ауксинов и выяснили опытным путем что оказывается для лучшего корнеобразования не нужны высокие концентрации ауксинов не нужны очень низкие нужны средние практически аналогичные содержанию ауксина в естественном фоне растения то есть естественный уровень вот это нечто такое средненькое так а смысл тогда если у нас растение естественный фон имеет то тогда вообще эти все корнеобразователи извините нафиг не нужны поэтому можно использовать только факторы вот эти таинственные факторы это свет прежде всего температура питания влага естественно питание без влаги здесь никак не может быть свет определенного спектра чтобы он разворачивал растение на вегетативный рост и тогда у нас укоренение будет легко проходить ну или по крайней мере отход черенков будет но минимальный то есть вывод таков прежде чем начать черенковать какое-то растение если оно у вас не больное вы хотели бы его размножить нужно этому растению внимательно присмотреться в какой фазе развития она находится фади фазе замирания когда нет новых листиков блестящих красивых нет новых побегов и все листья уже такие более темные тусклый свет свет имеют и она как бы замерзшая либо она находится фазе активного роста то есть все образуются свеженькие листики это всегда заметно листья свежие они более зеленые более такие сочные блестящие у большинства растений как бы блестят тоже это все становится понятно и при взгляде на это растение можно понять будет ли толк от того что мы нарезали черенки или они все сгниют еще был вопрос по гортензиям значит нарезали нарезали череночки но они все время гниют и гниют вот у гортензий нужно еще сделать отдельную заметочку у нее может быть стадия древеснения да если растение замирает и уходит на покой но еще как бы зелененькое такое но уже начались процессы древеснения то есть верхняя почка она уже дальше не растет она уже замерла сформировалась и все значит минимальное количество уксинов в этом в этой веточке находится значит хоть она и зелененькая на первый взгляд но она уже почти древесневшая и она укореняться по типу зеленого черенкового не будет она сгниет но если же есть же способ укоренения одревесневшими черенками но там совсем другое там несколько другая схема укоренения поэтому не обольщайтесь что у вас они еще зелененькие листья она может уже за уходить спячку поэтому там будет совсем следы ауксинов в естественном фоне растения и укореняться они просто не будут ну вот раскрыла я вам тайну за семью печатями над которой бились физиологи биотехнологи биохимики многих институтов ну а я вам ее так раскрыла думаю что ну как то вам более понятно теперь станут процессы с вашими растениями но если все таки у вас какие то вопросы возникли в частного порядка то обязательно их пишите а я с вами прощаюсь всего доброго до свидания спасибо 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 спасибо